Трое или четверо детей, это решает только Бог. А вот как распределяются земли таким же многодетным семьям, как Ольге Меркуеву, решать испоком Казани. Мамы трех детей дошли до Конституционного суда Татарстана, чтобы получить свои участки. В очереди Ольга и Лилия с 2013 и 2014 года. Ни разу нас даже не позвали. Я считаю, что не заботится просто о многодетных. Вот и все. Если предоставляют участки, то очень далеко от города Казани. По мнению матерей, в приоритете многодетные семьи, где воспитываются больше трех детей. Они участки получают гораздо быстрее, уверены женщины. Еще больше их удивило постановление исполкома, где в пригородной зоне получают семьи, у которых детей минимум четверо. Есть люди, у которых по 16 детей. Но это же не значит, что если они встали в очередь после меня, они должны получить раньше в приоритете. Исполком говорит, что очередь одна и она слишком большая. На землю претендует больше 10 тысяч семей. При этом сейчас в поселках Дербышки и Константиновка есть земли по 700 и 800 квадратных метров. Но они как раз для тех, у кого в семье 4 или 5 детей. И это прописано в постановлении исполкома. Оно было направлено на экспертизу? Нормативное право акта муниципального образования города Казани проходит правоэкспертизу. Вот непосредственно этот документ? Я затрудняюсь сказать. При этом один из сотрудников исполкома все же признает, что в распределении земель есть нарушение очередности. Вы формируете 4 и 5 детей и закрепляете это в документе, который должен содержать перечень земельных участков в соответствии с очередностью. Очередность нарушена ввиду, говорю, долгих работ с получением земельного участка для их дальнейшего предоставления. Часть представителей госорганов поддержали исполком Казани. На сторону многодетных мам стали представители Уполномоченного по правам человека и Арбитражного суда. Все же есть ли противоречие между земельным кодексом и Конституцией Татарстана? И, конечно же, считал ли детей исполком, распределяя земли на эти вопросы, пока не нашлось. Ответа к Конституционному суде республики решение будет вынесено через месяц. Альбина Минибаверна, ЦАФИН, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова